Сегодня я расскажу, как я дал своей первой гитаре вторую жизнь. Это черный Prudenzio Saez. Моя первая гитара, которую мне лет 20 назад подарила мама. Тогда она думала, что я буду ходить к преподавателю, а потом играть для нее классическую музыку, но я всех обманул. За эти 20 лет гитара нисколько не испортилась и звучит отлично до сих пор, не смотри на внешний вид. У меня есть разные гитары, электрические, электроакустические, бас-гитара, но у классической испанской гитары свое характерное звучание и я до сих пор на ней часто играю и записываю собственные композиции. Когда я начал более или менее серьезно записывать музыку, оказалось, что в моих условиях с такой гитарой это делать крайне неудобно, потому что нельзя записываться напрямую в компьютер. Собственно, вторая жизнь гитары заключается в том, что я поставил в нее звукосниматель. Руководствуясь хорошим принципом, раз уж делать так по-большому, я взял не обычный звукосниматель, а самый навороченный от компании LRBX. Навороченной этой системой является потому, что здесь есть для снятия звука и микрофон, и пьезодатчик. Посмотрите, как это выглядит внутри гитары. Пьеза ставится в бридж, микрофон ставится под бридж, все это подсоединяется к модулю управления и питается от батарейки. Оказалось, что система работает не совсем так, как я думал, то есть я думал, что можно переключаться между пьезодатчиком и микрофоном, но оказалось, как по крайней мере говорит производитель, что пьезодатчик отвечает только за низкие частоты, в то время как микрофон отвечает за верхние частоты и за середину. На блоке управления с помощью специального колесика можно регулировать баланс между микрофоном и пьезой, и с помощью специального винтика можно регулировать громкость микрофона. Мои рабочие настройки такие. Убираем баланс чуть-чуть со стороны микрофона в сторону пьезы, убираем чуть-чуть громкость микрофона винтиком и получаем следующий звук. Музыка Я не знаю, что я слышу на неподключенной гитаре. Спасибо мастерам из гитарного клуба за быструю и хорошую установку. На самом деле я был там довольно давно, уже наверное месяц назад, но все это время мне пришлось ждать, пока новые нейлоновые струны растянутся и гитара не станет расстраиваться прямо во время игры. Кстати, страшное дело. Во время установки оказалось, что в моей гитаре помимо дерева используется еще и орголит. Хорошо, что я нормальный человек и на мое восприятие гитары и звука это никак не влияет. Теперь к сути видео. Как это принято в интернетах и у блогеров, разобьем видео на несколько пронумерованных частей. Итак, пять причин поставить звукосниматель на свою акустическую, классическую испанскую гитару. Причина номер один. Внешние шумы. Сразу скажу, что это причина, о которой я думал, что она будет важной, но оказалось, что вся эта система работает немного не так. Дело в том, что я живу в довольно сравнительно маленькой квартире и в сравнительно большой семье. То есть в таких условиях сесть и записываться с микрофоном, то есть гитару записывать через микрофон и тут же записывать вокал невозможно. Потому что либо кто-то что-то делает по дому, либо кто-то смотрит телевизор, либо орут животные, которых у нас тоже большое количество. Фу! В общем, надо было искать какой-то выход для нормальной записи. Если вот на меня снизошло вдохновение, я решил что-то срочно записать. Разочарованием оказалось то, что система вполне успешно ловит все окружающие звуки. Очень хорошо, начиная с постукивания по гитаре и заканчивая орами попугая из соседней комнаты. Мало того, даже звуки метронома при записи тоже хорошо ловятся из колонок, поэтому записываться все равно нужно в наушниках. Так что первая причина такая себе тут не получилась, но на помощь первой причине тут же приходит вторая. Причина номер два. Комфорт при записи. Даже учитывая вышесказанный фейл с изоляцией шумов, все равно записываться удобнее, потому что не надо использовать микрофон. Его же нужно доставать, устанавливать, настраивать. А так я могу включить гитару в усилитель, который потом подключается к компьютеру, и записываться таким образом. То есть не нужно сидеть на одном уровне от микрофона. Весь этот, на мой взгляд, дискомфорт тут же уходит. Нюансом данной системы является то, что она обладает очень низким выхлопом. То есть изначально громкость из звукоснимателя очень низкая. Но тут на помощь приходит, о чем мы поговорим дальше, мой педалборд и буст с обезьяной, который я уже раньше обозревал. Можете это тоже посмотреть. Эксперты звукозаписи говорят, что звукосниматель звучит как звукосниматель безжизненно, ну и так далее. Вот все, что они там говорят, все эти эпитеты. И гитару нужно записывать через микрофон, причем через хороший, тогда она будет раскрываться. Гитара будет звучать как гитара. Но для меня, для моего уха разница несущественная, а комфорт при записи все-таки очень большой. Поэтому на такое мнение не обращаем внимания. Третья причина, которая как бы проистекает из второй, это гибкая подстройка звучания инструмента. Так как в нашей системе используется и микрофон, и пьеза, мы можем примешивать их между собой. Можем регулировать уровни. Можем использовать, опять же, если уж действительно очень надо, примешать к этому еще и внешний микрофон, а то и не один. Использовать несколько усилителей, педалборд. Короче говоря, от одного инструмента можно получить такое многоканальное массивное звучание. Вот это, несомненно, является еще одним плюсом всей этой системы, всей этой задумки. Четвертая причина, это использование эффектов. Тут, естественно, имеется в виду мой педалборд, который я очень долго собирал, но тем не менее очень доволен. Если у гитары теперь есть электрический выход, то, само собой, напрашивается включить эту гитару в цепь эффектов. Само собой, здесь набор эффектов будет ограничен. То есть, естественно, ну как естественно, мы в общем случае не будем использовать педали дисторшна, овердрайва, всяческие фузы и прочее. Самыми важными педалями, по моему мнению, здесь будут являться дилей и ревербератор. Без них чистый звук гитары получается как бы сухим. А если даже включить немного задержки и немного эхо, то звук получается таким более объемным, более живым. К тому же такие педали это мощное устройство для создания атмосферы. Пятая причина. Если возвращаться к педалям, это уже не педали эффектов, никакие не эффекты, а утилитарные педали. Под этим я подразумеваю педали, которые никак не изменяют звук, но сильно помогают музыканту. Первой такой педалью является тюнер. Мелоча приятная. Я тугоухий, а с телефонным тюнером неудобно. Или еще есть тюнеры, которые закрепляются на башке гитары. Некоторые причем их не снимают даже на сцене, но такое решение мне не нравится. Оно и не эстетическое. И к тому же у таких тюнеров тоже есть ряд ограничений. Кстати, помня выше названный нюанс с микрофоном и с улавливанием внешних шумов, тюнер будет очень проблематично использовать на сцене. Потому что если вы захотите настраиваться, а в это время будут улавливаться звуки других инструментов, толпы и так далее, то тюнер сможет начать глючить и не улавливать нужные ноты. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Вторая утилитарная важная педаль это лупер. Тут имеется в виду педаль, которая записывает какую-то фразу или фрагмент песни, а потом прокручивает ее вам обратно, чтобы под нее можно было играть под аккомпанемент какой-то соло, например. Очень важный инструмент для сочинительства и вообще незаменимая педаль, которую я с борда никогда не снимаю. Вот хороший пример. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вы конечно спросите, сплошные преимущества, все замечательно, а есть ли какие-то недостатки у такого решения? Недостатки есть, а насколько они существенны, тут уже каждый должен решить сам для себя. Первый недостаток в том, что установка такой системы это инвазивная операция. Под инвазией тут подразумевается сверление отверстий. Первое отверстие просверливается под бриджем, чтобы поставить под струны пьезодатчик, пьезоэлемент. Вторая операция заключается в просверливании деки, чтобы установить джек для подключения гитары. Кстати, джек сам по себе у этой системы такой довольно косметически приятный, такой декоративный. Поэтому, если вы из тех, кто считает, что гитара это вложение в будущее, что вы вкладываете в нее деньги, что через какие-то годы она принесет вам прибыль, то это конечно же решение не для вас, потому что эти изменения необратимы. Ну а нормальные люди спокойно играют дальше и наслаждаются всеми возможностями этой системы. В остальном недостатков нету. На играбельность такая модификация никак не влияет. Разве что вы играете в классической посадке, тогда нужно будет купить просто угловой джек. В принципе тоже не проблема. В остальном... Ну да, еще разве что будет немного увеличивать вес сама система. Скорее всего за счет батарейки. Батарейка здесь тяжеловатая, поэтому сама гитара станет чуть потяжелее, но несущественно. Итак, вот мои пять причин. Если кратко резюмировать. Один. От внешних шумов такое решение, к сожалению, не избавит. Второе. Зато удобно записываться. Три. Можно изменять и по-всяческому настраивать звучание гитары. Четыре. Использование всех эффектов, которые у вас могут быть. Помимо тех, что я перечислил, можно использовать октаверы, синтезаторы, хорусы и какие-либо другие элементы. Есть люди, которые используют перегрузы, овердрайвы, дисторшны. Тоже, в принципе, справедливо. Но, казалось бы, для таких вещей уже нужно использовать другие гитары. И пять. Это использование нормального тюнера и лупера. А также каких-то, возможно, других гитарных эффектов. Переключателей с А на Б и так далее. Я хочу поблагодарить хороших людей из компании Pedal Zoo за то, что привезли и продали мне эту систему. И спасибо не менее хорошим людям из гитарного клуба за то, что все это отлично поставили. Они мне не платят, а наоборот. И я, естественно, не их эндорсер. Но хорошие люди, поэтому большое спасибо. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok